Ошибка некоторых, не всех родителей, все родители разные, да, ошибка некоторых родителей спускать на тормоза, либо не замечать проблему. То есть если у ребенка есть ссадины, есть ушибы, если родитель замечает, что у ребенка систематически снижено настроение, что он начинает под разными предлогами увиливать от занятий. Это не обязательно может быть связано с буллингом, да, но это является маркером того, что с ребенком что-то не то происходит. И на это надо обратить внимание. Вот очень здорово, если у родителя есть эмоционально доверительный контакт с ребенком, куда его можно спросить, и ребенок действительно расскажет, что как оно на самом деле. Вот. Вот. Если же этого нет, то, ну, неплохо озаботиться самому, поинтересоваться у того же самого классного руководителя. Может быть, это буллинг не в школе, может быть, это буллинг в какой-то секции спортивной или в музыкальной школе, да. То есть где ребенок проводит большую часть своего времени поинтересоваться у классных руководителей, педагогов, воспитателей, а что вообще там происходит. Насколько долго можно, понятное дело, что каждый случай индивидуальный, но насколько сложно прорабатывается эта проблема, когда родитель с ребенком уже пришел. Это совместная какая-то история или просто родитель приводит несовершеннолетнего. Всегда очень по-разному. Нужно понимать, что, как правило, когда человек обращается уже в систему здравоохранения, то мы, как правило, работаем уже с такими отсроченными последствиями. Хотя по-хорошему-то нужно работать с причиной. А причины могут быть тоже очень-очень разными. Иногда они кроются в плоскости детско-родительских отношений. Ну, когда, например, жертва буллинга выбирает определенную модель поведения, которая обусловлена ее воспитанием. Либо тот же самый участник, инициатор буллинга, он является тоже жертвой таких воспитательных моментов своих родителей. То есть когда он тревогу пытается выместить на других более слабых ребятах, либо его жестоко наказывают родители, и он точно так же пытается самоутвердиться через буллинг своих одноклассников. То есть если проблема кроется в этом ключе, да, ее необходимо прорабатывать, ее можно прорабатывать с психологом. Если же эта ситуация связана с тем, что сам педагог может провоцировать формирование буллинга осознанно, либо несознательно, то есть он не совсем даже понимает, всех этих процессов, но может быть участником, либо провоцирующим элементом. Либо же сама структура внутри класса некорректно выстроена, то с этим тоже нужно работать, и здесь уже необходимо работать как самим педагогом, так и школьным психологом. Когда ребенок, либо его родители обращаются с проблемой буллинга, и когда он не обращается, на это не значит, что буллинга нет. Ребенок может всю школьную жизнь прожить, находясь в состоянии жертвы, но мы о нем никогда не узнаем, он об этом никому никогда не сказал. Но это не значит, что этого не было. Мы журналисты, понятно, делали, видимо, в силу профессии свои, хотим каких-то готовых ответов, и решений, к сожалению, не всегда они есть. Лайфхаки какие-то, как себя поставить в коллективе, может быть, чтобы в эту позицию жертвы не входить, вот что нужно, как с собой работать. Понятно, что дети не настолько осознаны, как взрослые. Универсального ответа вы здесь не увидите, потому что у нас все ситуации очень уникальны, и каждой ситуации необходимо искать свои ключики. Вы не найдете одну единственную верную стратегию поведения. Ну, это что касается, как минимум, детей, подростков. Со стороны родителей быть просто учтивым, внимательным, и максимум стараться сохранять, особенно для подросткового возраста, максимум стараться сохранять доверительные отношения. Потому что зачастую, когда ребенок находится в проблеме, он боится обратиться к родителям по той простой причине, что, во-первых, он переживает, что он не будет понят, услышан, отвержен, а еще, не дай бог, ему за это прилетит. Ну, то есть мы возьмем, скажем так, две крайности, ну, даже не две крайности, а две ситуации, это касается и буллинга, вообще всех проблемных моментов, с которыми ребята затягивают. То есть если мы наблюдаем в семье ситуацию, когда ребенок знает, что если он обратится с какой-то проблемой, да, то его вначале накажут, его сделают виноватым, а потом, может быть, и то не факт, ему помогут. И в этом случае какова вероятность, что он обратится за помощью к родителям? Минимальная. Ну, а ты, мы можем взять другую ситуацию, когда ребенок знает, что даже если он обратится в ситуации проблемной, где он является виноватым, его в первую очередь выслушают, ему помогут, а после этого, может быть, и то не факт, его накажут. Но при этом обязательно объясняют, что за чему и почему. То есть усилия родителей я бы ставил именно на сохранение, поддержание вот этого вот безопасного обращения со стороны ребенка. И это нужно закладывать не тогда, когда ребенку уже 10-14 лет, это с первого года в жизни. Есть ли какой-то опасный возраст, ну, такая логичная история, это подростковый возраст, может быть, какая, опять же, из личного вашего опыта, там, не знаю, там, и третьеклассники, и пятиклассники обращаются? Или это вообще полный рандом? Или это определенный возраст? Полный рандом. Единственное, что чем старше становится ребенок, тем возможности буллинга и формы, они становятся, ну, более такие вариативные, творческие. То есть если мы берем начальные классы, то, как правило, буллинг, он здесь ограничивается, ну, прямым физическим воздействием. То есть это пеньки, толчки, удары. Когда ребенок уже подрастает, это уже где-то средние классы, то здесь уже начинает активно подключаться вербальный компонент. Почему? Потому что у ребят по мере их развития уже возникает понимание того, что мы находимся в социуме, есть определенный социальный статус, его можно очень неплохо корректировать вербальными оценками, что они начинают, собственно, включать. Если мы говорим уже за подростков, за старшие классы, то тут уже ребят подходят еще более творчески, начинают распускать лживые слухи, начинают потрунивать, ну, и так далее, и тому подобное. Ну, и, соответственно, последствия тоже становятся более разрушительными. Бывала ли у вас обратная ситуация, когда человек, который булил, обращался за помощью медицинской, потому что, понятное дело, что всему есть свои причины, почему этот человек так себе ведет ребенка? Такого опыта лично у меня не было. Как правило, если оно и имело место быть, то ребенок обращался не с проблемой того, что он срывается на своих одноклассников. Как правило, если такие ребята обращались, то это было связано с тем, что у них проблемы в семье с мамами, с мамами. То есть некорректно выстроенные отношения, эмоциональная холодность, отверждение, либо, наоборот, подавление. Собственно, это тот базис, который приводит к тому, что ребенок эмоционально начинает, утилизируя свое напряжение, которое он получает дома, тревогу, раздражение в школе. Получается такой вот эмоциональный шлиф. Прилетел от дома, он пришел в школу, где есть более слабые одноклассники, которые ему также сдачу не дадут, как тот же самый отец, который его отругал. Скажите, пожалуйста, какие последствия буллинга могут быть? Понятное дело, что там куча, может быть, всего, но больше. Все тоже очень-очень индивидуально, начиная от изменения эмоционального состояния, то есть это может быть вспыльчивость, это может быть снижение эмоционального фона, это могут быть нарушения сна, различные вегетативные проявления, ну и заканчивая теми проблемами, которые есть у нас у взрослых. То есть это попытка скорректировать свое эмоциональное состояние с помощью психоактивных веществ, ну и социальными тенденциями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова